Всем привет! Вы слышите Алексея Менелика II, который ведет своей загорелой рукой Эфиопию к процветанию. На уровне сложности божество в Seedverse Civilization VI Gathering Storm с последним патчем. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу появлялась. Ну а спонсоры канала, напоминаю, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Так, ну, встретили Австралию. Но я все хочу найти тайное сообщество, которое я хочу принять эти сыны ктулху, или как они там называются, сыны бездны, что-то там такое. Так, открыли политическую философию заодно. Пока что у нас же железо. Но я пока... А нужна ли нам античная республика? Наверное, все-таки возьму античную республику. Ладно, хотя у нас из районов только священные места. Так, пока плюс два влияния. Морские юниты мне не нужны. Строители, наверное... Тут, наверное, просто производство поставлю. И... Против юнитов. А, против варваров. Пока так. Подстаю тут. Так, железо... Ммм, блин. Вот железо не там появилось, где... Где мне надо. Блин. Мою ромашку теперь разрушит. Такая красивая ромашка могла быть. Так, вот сюда надо... Я могу плавать после открытия... Давайте судостроение открою. И поплыву... Брасом... К этому племенному поселению. Все, надеюсь, открыть необходимое мне тайное сообщество. Ну, наверное, стоит идти обрабатывать... Железо именно. Кстати, я как раз открою судостроение. И вот этим поселенцам поплыву, наверное, вот туда... Город ставить. Мистицизм. Ну, зачем мне мистицизм, с другой стороны? Военная традиция. Кстати, я сейчас лагерь воров в ряде буду захватывать. Ладно, давайте пока драму и поеду. Кстати, наше уникальное улучшение эфиопское находится. Надо будет использовать. Ну, в итоге, ребята, я на отдельном своем континенте. Чисто свой эфиопский континент. Я захвачу. Я сейчас вот эти... Разберусь с этой квадриремой. Пойду дуболомом захватывать. Просто это не совсем скоро будет. Так, вот, наверное... Да, могу купить. Обработаю железо сразу. Блин, может, тут постоять? Нет, я, наверное, скаутом поплыву сюда. Какой-то еще континент вообще никем не заселенный. Может, все-таки стоило 20 цивилизаций ставить? Так, драму и поэзию пока отложу. Давайте военную традицию. Пожалуй, начну подходить уже к лагерю. Так. Тут можно просто один пока-хот пропустить. Я все равно начну поселенца строить. Что обрабатывается? Я бы, наверное, лучше на краба тут переключил. Так, хорошо здесь. Да, лучше так. Обработать камень или пастбище. Наверное, все-таки пастбище. Ну, просто еда. Это быстрее все-таки. У меня, правда, там жилья нету в Хоррере, но пастбище, собственно, и дает жилье. Так, следующим ходом мы сможем плавать. Тут, если я сюда заплываю, ничего не увижу, потому что, видите, холмы сплошные. Я просто через холмы нифига не увижу. Что у нас по континентам неинтересно? Пангея Ультима, а я в Кеннерленде. Так, Кеннерленд, скорее, название для австралийского континента, чем для эфиопского. Так, и тут тоже я, пожалуй, ход подожду. Могу... Хотя тут, а что... Ну, ладно, я все равно поплываю. В общем-то, вот мой континент весь. В общем-то, это даже выперлось. Так, под Ререми хана. Я встану сюда, чтобы не через речку атаковать. И поплыли. Блин, вот это не очень удачно, что тут варвары появились, потому что вполне могут мне поселенца захватить. А австралия вообще кого-нибудь встретил еще, кроме ее, конечно? Еще четверых. Да, интересненько. Так, уже пора, наверное, и письменности стрельбу из лука открывать. В принципе. Этот у нас посел сюда пойдет. Этот посел... Блин, там варвары появились. Ну, с этими хоть и Ереван вполне может разобраться. Ну, ладно, тогда этот у меня поплывет, скорее всего, сюда. Блин, военную традицию не отложил. Слэйвиш обиден стерулс. Ну, пока я пока все оставляю как есть. Так, копейщику. Мы должны добить следующим ходом, я думаю. Плывем дальше смотреть, что там. Так, этот у нас идет сюда. Блин, я бы тут... Может, в маскат, кстати, отправить, получим посла. Заодно дорога там будет. Ладно, давайте. Так, этот плывет. Не, ну, по идее, сейчас не появятся варвары, то я проплыву. Может быть, и зря я беспокоюсь. Так, тут нету проплыва. Тут кроме Австралии. Мне, мне кажется, надо возвращаться этой галерой и сюда лучше плыть. Заодно защищать скаута. Ну, еще посе... Пока... Пока давайте в поселенцев. Я тут немножко упрусь. И, наверное, стоит... И, наверное, стоит в Адис-Абебе построить святилище. И купить миссионеров, распространить религию. Так, игры-извлечения пока. Давайте подумаем, куда вам тут идти вообще стоит. Вот, кстати, дипломатическая площадь, где открывается в математике. Но я бы, наверное, деньги открыл. Потом верховую езду. Обработку железа. И мне бы стены где-нибудь построить. Да, по науке я, конечно, существенно отстаю. Но я... Наконец... А, нет, это не то. Это кровавый союз, блин. То есть, то сообщество, которое я хочу построить, его все еще нету. Вашей столице... Может, нам вампирами стать? Блин, ну я хочу круто пройти. Не хочу вампир... Просто, ну это ж... Блин, вот, блядь, вот этих вампиров ввели чисто... По фану. Чтобы все такие, я хочу быть вампиром. И все принимают вампир. И все играют за вампиров. Но я не такой. Я особенный. Я не хочу... Я не буду вампиром. Слушайте, а может поплыть сюда ставить город как раз? Точно. Так и сделаю. Блин, ну сейчас тут опасно, конечно, плыть. Но я что-то сомневаюсь, что тут появятся варвары отсюда, тем более. Или какие-то новые варвары. Так, тут я хочу вернуться. Вот про поиск пути. Игра показывает, что тут можно... На самом деле, тут точно нельзя будет проплыть. А просто показывает, потому что эта территория не разведана. Ну, надо и реван союзить. А маскат что дает? Плюс одно удовольствие. Ну, это тоже, конечно, крутой город. У меня нету ни одного центра коммерции. У меня, правда, и священного места нету еще. Но будет. И оно будет давать веру. Галеру надо апнуть. Ну, как я говорил, он, Ереван, сам разбирается с этими ребятами. Так, тут проплыва пока нету. Здесь тоже. Вообще, по идее, он должен, Ереван, свящим ходом забрать этот лагерь. Блин, может, пока... Ну, я хочу эту, блин, забрать руинку, и чтобы последнее тайное общество открылось наконец-то. Так, тут все верно у нас. Тут все отлично. Ну, и два города, конечно, маловато пока. Это я... Блин, ну фиг ли ты там стоишь своим этим дуболом? Валите. Уходите. Нам нужно город ставить. Нормально он у меня за семь дипломатических очков. С щедрого плеча три монетки. Блин, не забрали лагерь. Прикол. Так, тут город я ставлю. Я, к сожалению, лагерь не могу забрать. Ладно, поплыли смотреть дальше, есть ли... куда-нибудь... проход в эту сторону. Выглядит так, что нету, к сожалению. Ну, ничего, дождем. Блин. Ну, вы прикалываетесь, что ли? Придется под защитой плыть. Ну, это трындец. Вот тут лагерь, конечно, появился. Это вообще не в тему. Просто вообще... Так, вот тут забрали. Да. Так, ставим тут. Город. Вот тут я как раз сразу начну с амбара. Тут вообще нету у нас... Вообще нету жилья. Так, тут все проплыто. Там у нас будут... Блин, не знаю, я бы, наверное... Я думаю, плыть мне этой галерой дальше, не плыть. Я просто посмотрю, там какой-то этот... Ураганчик. Так, а проплывать сквозь океан я только смогу, когда картографию открою, да? Блин, тут еще это сейчас тусить будет. Ну, ё-моё. Ну, это какая-то подстава, серьезно. Вот от игры она просто понимает конкретно, где у меня нет, и там мне создает проблему обязательно. Так. Тут мы миссионеров уже прикупим. Хочу распространить религию. И, пожалуй, гавань построю. Ну, давайте драму и поэзию, что-то с игры и развлечения. Хотя... Блин, ну вот мне бонус соседства священного места нафиг нужен, потому что у меня просто нету священного. Ну, ладно, драму и поэзию все надо открыть. У меня священные места не дают особо бонусов за соседство. Тут на седьмом жителе надо будет все-таки... Ну, и может мне ромашку в другом месте поставить? Блин, я вот тут не хочу, потому что тут у меня холмы. Я бы хотел холмы для хоть какого-то производства оставить. Блин. Вот это железо, конечно, мне тут подгадило. Я, может быть, и ромашку тут бы и ставил, но я бы тогда священное место не сюда. Смотришь. Надо думать еще. Что, вот это будет? Это, конечно, стреляющий. Парень, интересно, будет ли он. Да, будет мне. Ой, блин, что тут делать? Я не могу, я глава высадиться тут не могу. Он стоит на единственном месте, где высаживаться. Ладно, если я так и сделаю, потому что у тебя не в сторону пойдет. Пойду дальние города. Обращать на газгаргаму лучника хочет. Что-то остальные города-государства ничего не хотят. Высаживаться. Я дождусь все-таки, когда откроется возможность плавать через океан. Ну все, уходи. Что, вернется сюда, обстреляет меня, как вы думаете? Так, ладно, что-нибудь тут стоит менять. Поселенцев против варваров. Обработка железа. Давайте, наверное, строительство. Мне где бы и древние стены надо где-то построить. Может, высажусь этого скаута, добью. Ну, наверное, теологию имеет смысл открыть. Из того, что тут есть, это, тем более, тут два посла мне дадут. Это я смогу маскат засоюзить. У меня коммерческих районов, правда, не будет. Так, в Карере жилье закончилось. Не надо еще поселенцев. Ну вот как так, ну. Что, мне сюда возвращаться, город ставить? Тварь, ну это просто трындец. Это вот дебильная игровая хрень. Я ненавижу разработчиков за то, что они вот так делают, когда компьютерные соперники просто знают, знают, где тонкого игрока. Они там не исследуют, не находят, а просто знают. Ведь вы, как бы, исходите из того предположения, что им не должно быть известно, где ваши юниты. Но они знают. Так, значит, этим я хочу тут город поставить. Этим я вернусь. Тогда сюда город поставлю. У меня еще останется тут и тут место. А сюда уж как-нибудь. Как-нибудь. О, тут чьи-то границы, блин. Как бы мне с этими ребятами встретиться. Может, пока продолжать еще поселенцев? Ну, уже 7 ходов, как бы, это многовато. Ладно, давайте тут амбар. Потом центр коммерции. Центр коммерции, а не гавань, по той простой причине, что у нас маскат в союзниках. Он дает счастье городам, в которых центр коммерции. Надо только подумать будет, где центр коммерции ставить, правда. Ммм. Так. Еще один хороший город ставим. Тут надо бы рыбацких лодок сразу побыстрее. Может, я даже куплю строителя тут. А строить начну... Наверное, с гавани начну. Потому что, еще раз напоминаю, что я получаю веру с ресурсов обработанных. То есть, мне строителями надо вот эти всякие ресурсы. Например, Харрер получает веру с овец раз, с мрамора два, а с железа... Да, с железа три. То есть, три веры просто от ресурсов. Не, четыре написано. А, еще бананы, да, четыре. Кстати, мне кажется, вот не совсем правильно. Я думал, что вера будет от ресурсов. Типа, вот знаете, то есть, ты обработал ресурс, и он тебе дает веру вот здесь. То есть, для того, чтобы он давал веру, надо обязательно, чтобы на нем находились работники. А тут нет. Тут просто вот надо обработать ресурсы. Даже не обязательно, чтобы там житель его обрабатывал. Вот это, мне кажется, слишком круто. Тут надо бы сделать, чтобы еще житель обрабатывал просто. Это было бы правильнее. Идем-ка я вот эту АДУЮ, АДУ. Пятый цель, она АДУ называлась. Ладно, поплыли, короче, сюда ставить город. Какая же подстава. Вавилон встретил, а союзника его не встретил. Правда, у него, наверное, и нету союзника. Нет, есть. Странно, почему не встречаю его союзника. Нету проплыва. Да, я на своем собственном эфиопском континенте. Могу сидеть спокойно развиваться. Причем с тремя городами-государствами. Не, ну 100% я не буду ставить. И, наверное, плюс 5 к боевой мощи против варваров я уберу, пока поставлю строителям. Здесь просто у меня дополнительный посол. Не буду его никак использовать пока. Так, высаживаемся тут. Я, наверное, отстегну. И кто это? О, Колумбия. Прикольно. Небось, Колумбия с кем-нибудь варваров нет. Тоже герметический. Нет, просто герметический орден. А Австралия у нас кровный союз. Хм. Чем-нибудь поторговать можно? Нет, у меня нечего им предложить. Интересненько. Так, тут начну, пожалуй, с янтаря. Плыву дуболомом тут, встану, чтобы не появляться. Или даже тут можно как-нибудь будет защищать. Так, теологию открыли. Ну, пошли. Наверное, через исторический кроник. Я все равно их открывать не буду в ближайшее время. Я имею в виду, компуса не буду строить в ближайшее время. Так что ускорение ждать не стоит. Так, пойду на газгаргаму. Обращу. Тут давайте маяк. Караван, наверное, куплю. Ну, и дальше опять поселенцев. Хотя... Может, у меня дача... Вырасти, построить правительственную площадь. Так, есть амбар. Расти можно. Теперь я бы священное место тут организовал. Вот здесь, пожалуй. То есть, на что я хотел деньги? На караван, наверное, просто построим. Давайте священное место так. Сделаем. Не так уж и много гор, конечно, для Эфиопии. Прямо скажем. Блин, античности здесь пять ходов заканчивается. Так, ну мне надо свое уникальное улучшение тогда построить. Не, знаете, что высажусь. Может, какой-нибудь... Этот... Варварская лодка появится и убить меня нафиг все. Так, а где ж мне тогда... Давайте я, наверное, тут рыбацкую лодку сделаю. Потом сюда высажусь и улучшение уникальное построю. Но мне как-то все равно не хватает очков. Блин. Да что ж я все... В обычный век и в обычный век. Где мне лучше центр коммерции построить? Ну, здесь центр коммерции для ДСС этого или ДСС. А вот форерия. Да, так у меня денег нету. Клетку выкупить. Но надо где-то здесь, конечно, на пойме придется строить. Блин. Ладно. Давайте пока... Или может... Давайте пока строителя. Стоим, ждем поселенца нашего. Проплыть не могу. Наверное, не думаю, что там что-то интересное может быть. А есть ли мне смысл Газгаргаму делать союзникам? Цена покупки всех наземных боевых юнитов и юнитов поддержки за золото снижается на 20% за каждое здание в военном лагере города. Ну, кстати, это... Это вот для военных цивилизаций вообще... Для Мали вообще это крутой город-государство. То есть построить военный лагерь, каждое здание, то есть три здания, это на 60% дешевле у тебя будет за деньги покупать. Но мне это, конечно, за Эфиопию нафиг надо. Аду обращаем. Нет, не буду я торговать. Построили храм Минакши, построили Мачу-Пикчу. Мне, конечно, эту клетку выкупить, но пока мне тут надо строить. Наверное, сразу с Гавани начну. Мне вообще очки... Ну вот я... Хорошо, я сейчас построю уникальное улучшение. Я буду станет 35. Мне 4 очков не хватает. А ходов осталось 4. То есть я могу апнуть в Мечника одну очку. Могу Всадника сделать еще одну очку. Я, конечно, не знаю, дадут ли очки за вступление в Тайное общество. Просто еще варианты. В предневековье я не успеваю выйти. Но могу Газгаргаму засоюзить. Ну это, по-моему... А, это 2 очка. Да, вот путь в Золотой Век. То есть мне нужен Мечник, нужен Всадник. Уникальное улучшение и засоюзить Газгаргаму в итоге. Ну давайте думать, где Всадника мне сделать. У меня пока только со Всадником проблема. Вот еще, знаете, интересный вопрос. Как бы... Вот это место, конечно, под кампус, да? Плюс 4. То же самое касается Священного Места. Тоже плюс 4. Но мне, наверное, надо рядом с горами улучшения ставить. Слушайте, давайте я, наверное, уже приму какое-нибудь Тайное сообщество. Потому что... Ну это не дело. Я фиг знает, когда этого к толху. И мне кажется, мне надо совыми нервы принимать. Потому что... Или линии. Блин, тут все-таки бонус соседства за специализированные районы. У меня нету соседства для моих священных мест там вообще. Давайте герметический орден. Не знаю почему. И он дальше за чудеса природы, наверное, будет открываться или как? Так. Ладно. Герметический орден принимаю. Ну и где эти линии теперь? А, ну вот у нас ровненько там, где я правительственную площадь хотел. Но зато у меня теперь плюс 1 вера идет к священному месту. Блин, их тут так много. Целых две линии. Охренеть. Да. Офигительное Тайное общество. Слушайте, ну может тогда действительно правительственную площадь куда-нибудь сюда перенести? Какая-то петельная линия. Не знаю, кстати, если я ставлю сюда район, исчезают они или нет. Честно, как они на 2D карте выглядят. Вообще никак не выглядит просто вот иконка. Ну, блин, не знаю. В какое-то я дебильное сообщество вступил мне такая. Ну, может там дальше, правда. Там написано, кстати, что дальше. Позволяет строить здание общества алхимиков. Серьезную замену университету. Да. А я кампуса планирую не особо скоро строить вообще. О, этого чувака. А, мы, кстати, эти вдвоем... А, нет, этот у нас вампир, а Колумбия как раз герметик. Ну-то я плыву в мечника проапгрейдить. Лечимся. Ну, да, с Гаргаму надо союзить. Два очка, отлично. Значит, улучшение уникальное 4. Это будет 37 и да, и по одному очку замечника и всадника. Что? Ну, давайте потихоньку... Кстати, а кавалерия арома, она откуда у нас апается? Вот, от всадников. Как раз то, что надо. Не, ну, здесь я, наверное, с гавани начну. Так, а всадника я, пожалуй, в Одисабебе построю. Причем... Прямо сейчас, наверное, потому что у меня нет смысла маяк достраивать. Я пока не буду нигде караван строить. Да. Все, в золотой век должен выйти. Два хода, три. Так, отлично. Блин, она только на холме строится. Ой, блин. Серьезно, только на холме? Только на холмах, не соседствующих с другим храмом. Ну, у меня не хватит. Мне надо будет тут овец убирать. Блин. Офигеть. Ну, все, я не выхожу в нормальный, в золотой век. Ну, тупо негде ее построить. Я не успеваю. Смотрите. 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 Убираю овец. А, ну, вообще только одна эта. Блин. Будь здорова. Кстати, вот тут кампус. Тут просто и плюс два от рифа и одна от горы. Блин. Ну, я реально не... Как так-то? И главный прикол, что еще и... А, подождите. Вот тут я могу успеть построить. У меня появляется рабочий следующим ходом. Он сюда не может встать в следующем, по-моему. Если может, то смогу поставить. Ну, короче... Ой, блин. Короче, такая какая-то подстава вообще тотальная у меня тут. Не успеваю я в золотой век. Гонконг. Мне бы Окленд найти, было бы вообще зашибись, если Окленд будет. Ну, я лучше хочу все равно построить. Я лучше не меняю. Нет, видите. А, слушайте, тут могу. О, блин. Ну, придется. 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 Что поделать? Ну, выйду. Слава богу. Так, шесть очков. Значит, апаем в мечника. Строим скальный храм. Кстати, что-то я туплю. Мне же его не обязательно рядом с горой строить. Он же и от холмов имеет. Вот у меня тут плюс пять стало. Точно. Мне его как раз на холмах имеет смысл строить. Ну, здесь и на холмах, рядом с которым другие холмы имеются. Так, ну, все неплохо. Ладно, что-то я раньше времени паниковать стал. Ну, пока хочу так караваны отправлять. Иииииииии... Блин, мне сегодня хватает пока денег идут. А что еще? А я мечника апнул. Ну, давайте я просто на один ход отложу. И возьму Рейну, наверное Рейну, Рейну, Рейну В ДСС давайте Так, Shift-Enter Не выбираю коммерческий район Я хочу следующим ходом выкупить клетку И начать коммерческий район строить Один ход Один ход Можно покопить В Австралии 84 науки Охренеть Слушайте, а тут тоже какая-то территория Может туда конем ТГ дымкнуть Древние стены Священное место Блин, нет, я хочу Коммерческий район В Хоррере Тут, кстати, дамбу вот туда надо Ставить Соответственно Производственный район будет здесь Потому что он еще будет плюс от каменолом не иметь Так Что же С чего в Лолибели начнем Просто со строителя Скажем так Классика Да, линии мне, конечно, офигительно помогают Просто супер То есть я просто одну веру Одно производство Имею чувство Вот из-за этой линии Все Так, ну здорово Где нам еще тогда Тогда я бы здесь Все-таки кампус Планировал На будущее Давайте здесь Правительственную площадь Сюда перенесу Что это дело Ну и тогда Кампус Это же не знаю Где В столице Будет ли кампус В столице Поплыли с варварами Тиме разбираться Так, давайте Камень обработаем Опять же Напоминаю Потому что Способность Эфиопии Получать дополнительную веру У меня вера Кстати Вообще Прилично Капает Тут Не могу Ничего сказать Может Тогда Укрепить Религию А кто-нибудь Уже Укрепил Интересно Ну давайте Чтобы А Блин Мне храм Нужен Для укрепления Ладно Пока Просто Плаваем Мне кажется Вот этого Распространения Религии Должно Хватить Чтобы Остальные Сами Уже Обратились Ереван Через Семь Ходов Блин Мне нужно Поселенцев Мне надо Вот эти Места Занять И спокойно Дальше Потом Чисто В развитии Играть Вот это Сюда Город Так Что берем Вольнодумство Я бы Монументальность Да И покупать Юнит Из очки Веры У меня Веры Значит Соответственно Сюда Мы купим Тут Посело Сюда Мы купим Тут Посело Сюда Влазит Вроде Да А Не Не Влазит Это Блин Значит Сюда Вот сейчас У нас Мечник Приплывет Куда мы Купим Посело Ваксуми Только Мечник Будет Поближе Одисабебу Нам уже Выращивать Надо Торговца И Покупаем 256 Поселенец 180 А Стоп Торговца Купить Могу Чё это я Нафиг Строить Торговца Наверное Из Лолибеллы Так Строитель 50 А Поселение 180 То есть Мне надо 230 Веры Но Мечник Доплывет Мне надо Это Ваксуми Поселенца А ещё Всё Надо Поселенца Ну Строителям Неважнее Мне кажется Надо Всё Это Обработать Уже Тут Надо Строить Правительственную Площадь Так Давайте Я Начну Храм Строить Куплю Всё-таки Строителя Тут Поставлю Скаут Засвечивать На всякий Случай Всяких Руинок До которых Я пока Не могу Добраться Центр Коммерции Вообще Тут Нигде Не соседствует Кампус А Вот тут Центр Коммерции Мне Можно Строить Ладно Давайте Пока Светилище Я что-то Как раз Пометил Себе Тут Что-что Написано Планы Герметические Планы Герметические Орден Нет Согласование Времен Отлично Успешно Переход К следующему Этапу Вашему Губернатору Доступно Новое Повышение Я мог Что-ли Герметический Орден Повысить А вместо Этого Нет Подождите Рейна У меня Давно Уже Так А где Повышение Для Герметического Ордена Не пойму Странно Ладно Торговые Пути Проложенные Давайте Я За Симона Боливара Проголосую Я Покатить С ним В союз У меня До него Должны Добегать Юниты С указом Типом Повышения Ну Давайте Легкая Кавалерия Это мой Уникальный Юнит Ну Я что-то Сомневаюсь Что-либо Пройдет Что-то Из этого Неизвестный Игрок Ближний Бой Ну Ближний Бой Меня Тоже Устраивает Так Из Лолибеллы Из Лолибеллы В Одисабебу Тут Ну Как минимум Вот это Надо Вырубить Так И этот Скаут Готов Трудовой Обороне Ну Тут конечно Огромный Континент Судя по Всему И там Какой-то Континент И наш Эфиопский Между Ними Получается Так Растем Растем Тут Два Хода Пускай На Рост Стоит Нормально Так Сейчас я Коплю Веру Чисто На Поселенцев Мне еще Два Поселенца Надо будет Купить За Веру Один Тут Сюда Поставить Город Один Наверное В Харрере Сюда Поставить Не знаю По поводу Этого Места Во-первых Я тут Не вижу Холмов Хотя Вот Холм Ну Только Если На Камень Получается Далеко Тогда От Горы Не знаю Я подумаю Вот тут Конечно Круто Вот тут Хороший Город Русский Маяк Джон Кертин Да По науке Я конечно Очень Далеко Такое Непреодолимое Желание Начать Строить Кампуса Все равно Имеются А Вот Так Эти Можно Убирать Собственно Как И Строители Потому что Я хочу Заверу Это Все Покупать Что Поставим К Жилью С двумя И более Спитализированными Районами Ну Как Вариант Соответственно Сыщеной Вот Это Точно Уже Можно Ставить Первый Посол Отправленный Ну Давайте Еще Плюс К Жилью Поставим Надо Ли Мне Строить Юниты Сейчас Мне Кажется Нет Представитель Оборонительных Зданий Вот Это Я Пожалуй Поставлю И Построю Стену Так Винок Надо Обработать Тут Мы Вырубаем Да Блин И я Пожалуй Следующему Еще Стены Поставлю Строиться Я бы Правда Не сказал Что Прямо Я Уж Как-то Сильно Отстаю Но Отставание Очевидно С другой стороны Так Божество Я не думаю Что Я бы Из-за Другой Цивилизации Сильно Отставал Наоборот Меньше Отставал Дальше Дальше Свинюшку Пойду Хочу Тут Купить Клетку И коммерческий Район Построить Так Так Уже Мечник Поплывет Я думаю Что Можно Покупать Здесь Поселенца Следующий Сколько Стоит 200 То есть Три хода Отлично Так Ваксуме Растем Нет Тут у нас Место для района Я просто Вырубил Чтобы было Давайте Лисопилку Вообще Ничего Интересного На острове Ну в принципе Я вот тут Поставлю Еще Три города И Я буду Считать Своё Расселение Завершенным И В этом Плане Я буду Доволен Своим Местом Конечно Ну в плане Что Место Было Для Городов Достаточное Но В плане Как Для Эфиопии Ну Не скажу Что прям Супер Или Вы считаете Супер Не так Уж И много Холмов И гор Но С другой Стороны Для Стандартной Для Стандартного Мира В принципе Нормально Так Объединяем Объединяем амбар не нужен блин и в залив геликарнасе тут конечно бы зашел но жалко это место блин лично повысили теперь в канул как бы повысили но у меня нафиг надо я компуса не строю что следующее промышленные за каждого полученного великого человека ли линии получают плюс один ко всем видам продукции этого великого человека понятно но у меня две всего лей линии на всем континенте шут это за рандом такой офигительный так это бесполезная фигня монумент не хочу кампус служба по тегу службу могу ускорить в будущем он давайте пока колосс начну я вот эти думаю что за эфиопию можно играть через веру даже без религии просто то есть у нее капает куча веры которые вы просто можете тратить на покупку юнитов в золотом веке вот и все ну и на покупку военных юнитов если построите в правительственной площади как эта фигня называется тронуный зал кира кира встретили а вообще с другой стороны и уже по океану может плавать интересно так как ведуки и дипломатический карт квартал неинтересно у перса видимо какая-то религия им основана он меня не приехал до зороастризм и индуизм кстати великой колумбии к этим агус персом еще а перс кто у нас в каком тайном сообществе вот у него воспевающие пустоту ну блин то что я хотел так я могу свинками поторговать кстати вот на соль и платить будет тоже офигительно развит перс между прочим чуть припевает тут на меня нападать так что я хочу следующий денег у меня пока нету выкупать клетки поэтому пока ничего да блин да сколько вас тут хоть не стреляющий может позволит высадиться ничего нету дальше эх и тут ничего нету маяк математику ускорили а как с акведуками вот я хотел посетить в адисабелье где метод акведук можно поставить только в двух местах ну и соответственно значит дипломатический квартал у нас смещается сюда акведук несомненно тут надо ставить в любом случае меняют метку просто на акведук вот вопрос в промышленной зоне тут или тут промышленную зону открыть туда к так веду к 2 и от лошади 1 до а тут будет от район мне надо сюда будет ставить конечно когда кстати все еще сюда может быть кампус влезет может эту клетку выкупить еревану не доставалось плечет так хочется ереван захватить вот ереван как бы он немножко не в тему стоит но с другой стороны мне нужен дверу давать блин ну я не хочу пока апостола хочу уже до расселяться то есть купить поселенцы и сюда поставить в итоге сейчас гляну следующим ходом сколько у кого городов да там хорошо варвары с маска там воюют надеюсь смогу следующим ходом высадится давайте посмотрим у персии 5 колумбии 7 колумбия хороша и австралия 4 ну тут колумбия выглядит ничего так надо не поплыву дальше там не кони так плавает ну что подожду здесь поселенцы наверно уже обработать камень чувак китов джи не появилась с кем поторговать примя этот милик конечно на этих превьюшках даже больше не раввина стала платья цыгана какого-то вавилон нету смысла отправлять то и больше пока нет нету смысла вообще никуда отправлять тут кстати наверно можно выкупить клеточку и гавань таки бахнуть нет чё за 4 монеты кита целый кит 4 рубля ты как-то вообще дешевишь пацанчик какое-то вообще предложение меня не касающиеся о нубе драту ти блин ну я бы союзки и даже даже дружбу не могу заключить пока тут еще конечно город влазит я не знаю мне что-то не хочется тут город ставить по какой-то причине так а где у нас нубе или мы не обменивались информация столицах интересно где ее тогда встретил спрашивается по слушайте тут лагерь без защиты можно забирать вообще ну наверно этой радостной ноте закончу серию напоминаю что спонсоры продолжения блин не дают высадиться сволочи спонсоры продолжения могут посмотреть прямо сейчас уже во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра спасибо что смотрите всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и